Девиз нашего урока На уроке ты узнаешь, что такое траектория движения. След движения. Приглядись к машинам, движущимся по дороге, и пешеходам, идущим по тротуарам. Как они движутся? Предметы в пространстве движутся по определенной линии. Посмотри на рисунки. На каком из них заметен след от передвижения? Приведи примеры видов транспорта, след от движения которых можно увидеть. Поставь на паузу и выполни данное задание. Запомни, линия, по которой движется транспорт и другие предметы, называются траекторией движения. Путь – это длина траектории. Иногда траекторию движения можно увидеть. Это может быть след от самолёта в небе или след от катера на поверхности воды. Но траекторию движения автомобиля по шоссе или воздушного шара в небе мы увидеть не можем. Движение предметов. Как могут двигаться предметы? Всегда ли они движутся в пространстве по прямой линии? Исследуй, по какой траектории могут двигаться игрушечная машинка и металлический шарик. Поставь на паузу и выполни данное задание. Изменение траектории. Все предметы при движении могут перемещаться по разным траекториям, менять их. Один и тот же объект может двигаться по прямой и по кривой линии. Давайте вспомним сказку «Колобок». Рассмотри траекторию движения колобка. Почему она меняется? Что мешает колобку двигаться по прямой? Как ты думаешь, всегда ли можно двигаться по прямой линии? Почему? Поставь на паузу и подумай. А сейчас работа в тетради. Следующее задание называется «Выбери траекторию». Соедини рисунки видов транспорта с верной траекторией движения. Вы должны выбрать траекторию для автобуса, самолета, поезда и парусника. Поставь на паузу и выполни данное задание. Давайте, ребята, проверим, правильно ли мы с вами выполнили данное задание. Молодцы, ребята! Вы справились с этим заданием. Следующее задание называется «Кто, как двигается». Найди животных, которые двигаются похоже и соедини их линии. На картинке животные. Слон, кенгуру, лошадь, тюлень, летучая мышь, акула, птица и кролик. Поставь на паузу и выполни данное задание. Итак, ребята, давайте проверим, «Кто, как двигается». И соединили мы с вами линиями похожих животных, которые двигаются похоже. Это слон и лошадь, кенгуру и кролик, тюлень и кит, птица и летучая мышь. Молодцы, ребята! Вы справились с этим заданием. А сейчас, ребята, я вам предлагаю посмотреть очень интересное видео. Я узнал, что такое траектория движения. Спасибо, ребята, за внимание. До следующего урока. До свидания.